друзья приветствую вас на канале ниндзя капитал это обзор выходного дня давайте с вами посмотрим какие изменения произошли в позициях сотка софте си и соответственно куда это поведет рынок и отдельные активы на предстоящей неделе давайте перейдем календарик посмотрим что нам говорит календарик относительно этого изменения и так число активных буровых установок по данным бейкер хюкс продолжает расти если мы перейдем графику мы увидим что идет практически безоткатный рост но было одно событие которое происходило в конце августа которое могло все поменять но здесь вылез сильнейший дисбаланс в энергетическом секторе с газом с углем и поэтому вместо предполагаемого коррекционного отката мы увидели продолжение движения наверх от которого на текущий момент деваться практически некуда несмотря на текущую ситуацию на рынке металлов по алюминию особо изменения лангов не происходит спекулянты делают ставку на то что цены на алюминий будут находиться на предстоящей неделе в боковике так друзья давайте посмотрим по что волнует всех это конечно же природный газ по природному газу как мы видим длительное время спекулянты делали ставку на что на то что природный газ будет падать однако этого совершенно не произошло это дополнительный пример что не бывает чтобы все работало единообразно и однотипно в данном случае действительно кто-то делал ставку на то что газ будет падать но тем не менее что-то пошло не так а что-то пошло не так исходя из того что нарушены все цепочки и логистические и энергетические на фоне силу этого идет активный переход на зеленую энергетику то есть растет спрос на природный газ и соответственно мы получили ту ситуацию когда по газу просто получилось ракета я полагаю что предстоящая неделя для газа будет проходить в консолидационном диапазоне опять же критичный уровень это 5 если пробивается 5 и там начинается консолидация то это весьма вероятно будет означать что цена либо пойдет еще ниже либо перейдет в другой диапазон между 4,6 и 5 так друзья далее медь по меди идет увеличение лонгов но здесь то что касается металлов весьма вероятно произошла квартальная перекладка и мы сейчас видим рост по всем металлам так друзья далее соты по нефти здесь американские спекулянты делают ставку на то что нефть продолжит рост действительно там ситуация такова если исходить из графика по нефти уровень 90 84 85 удержался соответственно теперь ближайшее время весьма вероятно разовьется движение у которого цель будет ну наверно уже не 94 а скорее всего взять 100 на текущий момент конечно активность несколько упала на рынке энергетических товаров может произойти резкий внезапный коррекционный откат но с моей точки зрения более вероятно либо продолжение роста либо продолжение роста и откат на текущие значения на которых была закрыта предыдущая неделя это касается и нефти и газа и угля но по нефти более вероятно я думаю будет все таки развиваться полномерный рост так же как и по металлу но у металлов несколько другая история отличная от энергоносителей так друзья далее золото по золоту идет рост лангов и соответственно на предстоящей неделе весьма вероятно по золоту мы увидим попытку сходить на 1854 так далее нас да здесь сокращение шартовых позиций природный газ мы с вами посмотрели далее снг ну по снг идет типовой прирост потому что судя по всему сейчас будет новогодний ралли по крайней мере попытка переписать тех а и которые ранее были достигнуты на по законам новогоднего ралли они должны быть пробиты и должен быть какой-то рост над теми значениями которые были недавно получены до сохраняются значительные риски риск номер один это все что происходит в китае от энергетического кризиса до рынка недвижимости до того что происходит финансовом секторе и демографическая ситуация все это в совокупности превращают в китай в механизм замедленного действия который рано или поздно газ глобальный сбой так друзья далее то что касается канадского доллара канадский доллар в боковике но он находится в зоне отрицательных значений в него почему-то американские спекулянты не верят так далее рубль рубль доллар здесь ситуация в районе 20000 лонгов но это значит что в рубль верят никаких особых негативов по нему не ждут так но евро по евро немного сократили количество шарпов и на этой неделе ближе к концу возможно евро попытается развернуться к доллару и начать расти так друзья палладиум смотрите здесь идет устойчивое движение на выход из отрицательной зоны соответственно если это движение развивается а вероятность того что она разовьется на предстоящей неделе через неделю достаточно высока соответственно это послужит драйвером для норильского никеля и под паллади его просто обязаны раскочегарить так друзья далее плате на последние недели для нее можно сказать стали в чем-то звездным часом я думаю звездный час для платины только приближается исходя из изменения позиции социальные динамики предыдущего движения котировок и соответственно позиции спекулянтов можно сделать вывод что предстоящая неделя для платины может быть очень и очень позитивный так друзья далее давайте посмотрим какая ситуация с позициями на форте мвб упрекает меня спрете позиции перестал озвучивать рассматривать так ну и что касается ртс но по ртс здесь должен быть боковик он должен поторговаться на достигнутых значениях прежде чем продолжить свой рост связи с растущей нефтью понедельник с утра выходит важная статистика по китаю соответственно вот эта статистика она может немножко смазать начало недели мой плюс все как-то подзабыли расслабились что понедельник это 18 число 18 число каждого месяца у нас банный день когда идут перекладки в акционах и мы можем в понедельник увидеть значительное снижение вниз ну или по крайней мере колебательное движение которое возможно будет выкуплено ну это что касается американского рынка но российский рынок может вполне последовать за ним поскольку корреляция там больше 90 процентов движение ртс и снг и так то что касается ртс с утра должен быть боковик но если по китаю выйдет негатив по ввп то соответственно мы увидим как ситуацию в отрез начинают раскачивать и очень быстро может быть короткое хлесткое движение в район 177 тысяч так друзья далее сбербанк здесь юрики упорно делают ставку на то что сбербанк будет проседать будет корректироваться но здесь ситуация она в общем-то вполне естественно выглядит там неделю или две недели назад заходили крупные скандинавские фонды и возможно какие-то американские фонды на текущей неделе ближе там не знаю в среду в четверг если в понедельник 18 октября в пол не отвезут на перекладки в аукционах американские товарищи то весьма вероятно будет попытка продолжения роста сбери бумагу очень тяжелый очень емкая для того чтобы ее хоть как-то вести наверх надо очень много денег поэтому вот то что мы наблюдаем сейчас происходит сбербанке в газпроме это по сути охлаждение здесь надо какие-то истории менее ликвидные поднять а дальше если рынке сохранят позитивный настрой американские мировые то соответственно подтянут еще и сбербанк и газпром так далее газпром на по газпрому такой явной ситуации не прослеживается как басбербанку здесь скорее всего боковик и ожидания данных из китая которые выйдут с утра так втб втб здесь тоже ничего конкретного целенаправленного не наблюдает ну а вот норильский нитель с моей точки зрения готовит для того чтобы укачнуть наверх на предстоящей неделе здесь еще ситуация очень сильно зависит от палладий если палладий продолжит также отскакивать идти наверх то мы в один прекрасный момент можем обнаружить что норникель тоже сходил в район например 24 500 или 25 тысяч так друзья далее рубль доллар здесь юридические лица сделали ставку на то что рубль в понедельник с утра будет укрепляться евро рубль здесь обратная ситуация на то что евро немножко порастет к рублю так евро доллар но здесь ставка на рост но она такая очень очень невыраженная я бы сказал так что евро доллар здесь скорее боковик так ну и нефть по нефти ставка на отскок и на то что нефть в понедельник с утра будет расти так друзья далее серебро вот по серебру ставка на коррекционный откат но но в целом по серебру достаточно позитивная динамика с моей точки зрения должна быть на предстоящей неделе серебро и платина так друзья далее золото здесь тоже что-то распоясались юрики делают ставку на то что золото будет понедельник с утра проседать по золото есть там один нюанс связанный с пробитием 1770 надо будет посмотреть как произойдет открытие и соответственно исходя из этого тогда будут принимать решение что делать с золотом так мы платина здесь конечно ликвидность мягко говоря не айс тем не менее здесь ставка на то что платина будет расти ну и природный газ здесь только сделал какую-то очень мощную ставку на то что природный газ будет понедельник корректироваться так мы палладий с моей точки зрения данные по палладию они вообще не показательны так друзья на общем то все основные моменты которые касаются изменений позиции соты сфтс и позиции на фарсе ммвб мы обсудили предстоящая неделя очень богато событиями и соответственно там будет масса возможностей для того чтобы заработать денег в том числе заседания центробанка российской федерации который последнее время очень активно интригует своими действиями и так друзья хороших выходных набраться вам сил всего наилучшего удачи